Сегодня в Красноярске стартовал Грам-при Иван Ярыгин по вольной борьбе. Уже известно, что трое дагестанцев будут выступать в финале соревнований. Итоги первого дня турнира подвел мой коллега Курбан Рагимов. Он в эти дни находится в столице Сибири. В первый день орыгинского турнира мужчины определяют финалистов в трех весах. Сегодня на ковер дворца спорта вышли борцы весовых категорий до 57, 61 и 70 килограммов. На этом Грам-при спортсмены оспаривают путевки на крупные международные турниры. А потому конкуренция на ковре разворачивается крайне серьезная. Основная интрига – схватки между российскими борцами. Уже на ранних стадиях вольники должны были определить, кто из них продолжит турнирный путь. На стадии 1-8 финала жребий свел Магомед Расула Газимагомедова и Розамбека Жамалова. Здесь на опыте дальше прошел двукратный чемпион мира. Затем Газимагомедов разгромил американца Чемберлейна и с трудом отставил победу в схватке с Давидом Баевым. Теперь в финале дагестанца поджидает монгольский вольник Мандахнаран Ганзари. Затем Газимагомедов разгромил американец Чемберлейн. Верили, наверное, в победу до конца штата? Верили только на победу. Второй период он только раскачивается. У него все встречи в основном в втором периоде лучше идет. Ни в коем случае не расслабляемся. Финальная встреча тоже Ганзорик. Монгольский спортсмен неоднократный призер чемпионата мира. Поэтому на него тоже надо настроиться. Это еще рано поздравлять, праздновать, скажем так. Поэтому завтра ждем финал. В самом легком весе статус фаворита подтвердил Абазгаджи Магомедов. Хасавиртовец досрочно расправился с турком Ахмедом Пикером и призером чемпионата мира из США Патриком Гилманом. А вот в полуфинале ему пришлось потяжелее. За 15 секунд до конца встречи с монголом Эрдембатом Магомедов уступал со счетом 5-1. Но все-таки сумел вырвать победу. В схватке за золото дагестанский борец встретится с муслимом Садулаевым, представляющим Чечню. Абаз он с детства настырный и борется до конца. Я все равно знал, что он в глубине души, что он выиграет, что он вытащит эту схватку. Такая у него борьба, он не останавливается. Хотя он уже на грани фола, как говорится, боролся. Уже из последних сил у него другого выхода не было. И он все установки тренера выполнил, все смог, сделал. И вот то, что получилось, он всегда славится борьбой до конца. И, наконец, вес до 61 килограмма. Для выхода в финал действующему чемпиону России Магомед Расулу Идрисову потребовалось провести три победные схватки. В одной из них он был сильнее земляка Рамазана Фирзалиева. Таким образом, у дагестанской команды три финалиста. Поставленная на сегодня задача была выполнена. Ну, дагестанцы так избавлены результатами, что ждать было только золото. И сейчас сказать, что 50% только работы выполнено. На сегодняшний день, да. Только золото. Да, золотая, именно золотая. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что мы отработали на все 100. Сегодня только 50% работы сделано. Хотя осталась только финальная схватка, скажем так. Ну, наши борцы, если я не ошибаюсь, я следил за турниром, уступали только друг другу. Ну, здесь правило таковое, что встретились россияне с россиянином в первый круг. И за это так получилось. И сейчас, я думаю, что есть шансы у Розанбека за медаль побороться. И там еще у кого-то из ребят наших, у Фирзалеева, тоже есть шанс побороться за медаль. Надеюсь, что помимо золотых еще будут и бронзовые тоже. Финальные схватки первого дня пройдут завтра вечером по местному времени. Утром же на ковер выйдут борцы в следующих весовых категориях. До 65, 79 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магмед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.